Это большое историческое событие не только для Енисейска, но и для Красноярского края в целом. Самая старейшая мечеть региона вновь открывает свои двери для верующих. На торжественной церемонии очень многолюдно. Яблоку негде упасть. Здесь не только местные мусульмане, но и гости из других городов и районов края. Они приехали на один день за сотни километров. Для меня это очень радостное, хорошее, большое событие. Поэтому я как бы с Сачинска так и далеко, но приехал. Это радость для всех мусульман. На открытии много торжественных речей, а еще подарки. Глава Северо-Енисейского района Ишмурат Гайнудинов преподносит Коран, специально приобретенный в Иерусалиме. И вот последний официальный штрих. Мечеть рассчитана на 200 человек, но кажется, что в нее вместилось в несколько раз больше. Был ли такой ажиотаж во время первого открытия, неизвестно. С того момента прошло уже более века. Мечеть появилась в Енисейске в 1905 году. Во времена советской власти ее закрыли, где-то в 30-е годы. Спустя два десятилетия снесли минарет, башню, с которой верующих зазывают на молитву. Это сделали с помощью двух тракторов, вспоминает Шавкат Резепов. Он был тогда маленьким мальчиком и жил по соседству. Теперь, после реставрации, мечеть выглядит, как в далеком детстве. И здесь больше нет ни мебельного цеха, ни столярной мастерской. Красотища она такая и была. Сделали хорошо. Я рад. Я рад за это. Но, конечно, те, которые ждали открытия, они не дождались. Ушли с этой жизни. Символично, что открытие мечети после восстановления состоялось в год столетия революции. Эта революция, безусловно, нанесла очень большой ущерб всем религиозным общинам, которые жили на территории Российской империи, России. И вот сейчас, через сто лет мы отдаем долги фактически нашим предкам. Не только мечети, но и православные храмы восстанавливаются на территории Красноярского края. И в целом мы оказываем большую поддержку всем традиционным конфессиям. Молиться в отреставрированной мечети начали еще до официального открытия. Обязательный пятничный намаз собирает пока несколько десятков человек. В будущем здесь ожидают увеличение количества прихожан. Мечеть, как и церковь, и синагога, любой другой храм, она признана нести людям или вести людей к свету, к любви, к добру. Для того, чтобы между людьми было меньше острых углов. Для Енисейска, который готовится отметить четырехвековой юбилей, это еще и важная туристическая изюминка. Теперь старинную соборную мечеть не стыдно показать гостям города. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости.